Приветствую вас и ваша мама в первую очередь за вас волнуется. Но достакуется же, что с вами что-то произойдет, потому что вы для нее еще ребенок. Сейчас сказать, что ребенку вы для нее будете все время, потому что она не может вас попросту воспринимать никак иначе. Что касается ее поведения, то она вначале не придает каждому отношения, потому что надеется, что вы придумаете, что у вас что-то не получится и прочее, а потом, когда уже приходит время, она начинает так переживать. Приживает она главным образом к тому, что боится, что вы бросите учебу, что вы начнете делать что-то не то, что ей кажется правильным, не то, что ей кажется верным, и это вас собьет с истинного пути. Спорить, доказывать что-то абсолютно полезно, потому что она не изменит своего отношения к вам, она не станет вас видеть более взрослой. И как бы вы ей не доказывали, что-то не показывали, всегда будет одно и то же. Поскольку вы уже взрослый человек, вы уже завершеннолетний человек, то она не имеет права вас удерживать, она не имеет права вас как-то ограничивать, если не потому, что вы написали, ее это не получается. Относиться к подобному необходимо спокойно, безразлично, с пониманием, наверное даже с жалостью, потому что ваша мама действительно переживает. И просто успокаивайте ее, говорите, что все будет хорошо, что все будет нормально, что вы вернете, что учеба никуда не денется и прочее. и со временем, лишь только со временем. Ваша мама поймет это, она убедится, что вы не собираетесь бросать учебу, что вы не собираетесь на плохую дорожку и постепенно, постепенно, постепенно она будет смиряться с тем, что вы делаете, постепенно будет все меньше и меньше реагировать, потому что у нее не будет другого выбора. Ну, нет другого выбора у человека, кроме как смириться, если это происходит разно-разно, никаких ярко выраженных негативных последствий у этого нет. То есть вам нужно запастись терпением, выдержкой, пониманием, сочувствием и сопереживанием к своей маме. И все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.